День 1764, Алекс на связи. При установке системы умного дома на микрокомпьютер Orange у меня возникла потребность сначала найти какую-нибудь SD-карту установить, на неё развернуть образ и настраивать на SD-карте, а не сразу переносить во внутреннюю память этого микрокомпьютера. Сам микрокомпьютер он довольно интересный, у него встроена 8 гигабайт памяти. Эта память довольно быстрая, она понадежнее чем SD-карта, то есть она не может так мгновенно сломаться и выйти из строя, то есть у неё ресурс записи гораздо больше. И в целом это очень удобно, то есть можно туда разместить всю операционную систему, там систему умного дома и вообще никаких забот не знать, что когда-нибудь карточка может сломаться. Но саму настройку её, конечно, удобно делать на SD-карте, потому что с этой картой можно сделать легко копию, перенести на другую SD-карту или на другой компьютер. Из внутренней памяти и так просто не сделать. То есть, во-первых, это надо будет устанавливать большую SD-карту в этот микрокомпьютер, потом с неё загружаться. И уже с помощью специальных команд, которые там в операционке предусмотрены, перенести из внутренней памяти на эту SD-карту образ. Образ получается большой, то есть размером 8 гигабайт как внутренняя память и дальше уже надо будет с ним что-то делать. Вообще, я нашёл программку, которая позволяет, ну она такая небольшая утилита, которая позволяет любой образ полученный сжать, то есть вы исключите из него все пустые сектора и в итоге получается образ меньше. То есть, если я, например, беру там 16 гигабайт новую флешку, SD-карточку и её там сделаю с ним копию, то образ будет 16 гигабайт. Дальше, запустив эту программку, она может освободить, ну то есть она уменьшает образ до размера реально там занятого места на этой флешке. Это удобно, потому что, во-первых, это можно потом записать на более маленькую флешку, то есть, например, если я хочу 16 гигабайт записать на 8 гигабайт, то это можно сделать без проблем будет, если образ будет меньше 8 гигабайт. Но само сжатие, оно происходит довольно долго, ещё утилита там под Linux, и мне приходится её выпускать на самих микрокомпьютерах. То есть, там образ лежит где-нибудь, ну самый, конечно, простой способ положить где-нибудь в сети, например, там на компьютере, на ноутбуке у меня этот образ лежит. И по сети, получается, с микрокомпьютера идёт обращение там на ноутбук, там в расшаренную папку. Дальше из неё считывается там нужный кусок информации, обрабатывается и снова записывается. Это может быть очень долго идти, этот процесс. И, конечно, если качество связи не очень хорошее, то там, ну, качество сети, скорость сети, то, конечно, это может быть вообще очень долго. Потому что на самих этих микрокомпьютерах у них, хоть и порт написан, там, гигабитный, то в реальности у него, конечно, пропускная способность там существенно меньше. То есть, там, на Raspberry это было вообще раньше на третьей версии через USB порт сделан фактически. То есть, там, по сути, такая эмуляция и вообще она медленно работала. На новой Raspberry и на Orange это сделано уже отдельной микросхемой отдельной, но в целом тоже работает не всегда достаточно быстро. Поэтому я решил там, что надо всё-таки на маленькую карточку разворачивать. Сначала я 16 гигабайтный использовал SD-карты, но это казалось не очень удобно. Потому что, во-первых, у меня, конечно, образ, ну, если это для Orange, он должен влазить на внутреннюю память. То есть, 8 гигабайт. И там так ещё не сделано, что если даже у меня образ больше, он просто, конечно, не влезет. Но сама, если карточка SD используется большая, а внутренняя память меньше и занята меньше, то он всё равно перенесёт только полезную информацию. А то, что там, допустим, ещё есть 8 гигов свободных, он проигнорирует и всё нормально влезет. То есть, в этом плане особых проблем не было. Но сам образ сделать с SD-карты, получается, что он 16 гигов. Потом надо либо это пережимать, это довольно долго и сложно каждый раз делать. После какой-то операции, установки очередной операционной системы или какого-то обновления, или на систему нового дома обновление установить. И я там обычно делаю образ для архива на всякий случай. Но и в этом случае, конечно, получается, что нужно много места на диске иметь на компьютере для хранения. Можно, конечно, это заархивировать каким-нибудь архиватором. Но всё равно, во-первых, процесс архивации получается, что довольно долгий, если там жать и нормально указывать. Ну и ещё всё равно, размер получается тоже довольно приличный, потому что он не может пустые сектора как-то отдельно идентифицировать и исключить. Когда я взял уже на 8 гигабайт флешку, то с ней такой проблемы нет. Там операционка занимает где-то 5 гигов. Плюс там ещё система нового дома, всякие сервисы дополнительные для этого. И в итоге где-то там около 6 гигов занято получается. И в целом нормально это можно там и настроить, и перенастроить. Там слегка, конечно, иногда приходится чистить, чтобы освободить там лишние места, которые всякие там кэшируются. Что-то ещё, какие-нибудь пакеты установленных программ ненужные остаются. Но в итоге там делается образ он гораздо быстрее и сохраняется он тоже гораздо проще. И при архивации, собственно, тоже это и размер меньше становится. И не надо никакие использовать дополнительные утилиты для того, чтобы пережимать как-то ещё дополнительно этот образ. Но изначально я взял карточку SD на 8 гигов, но не увидел, что там она почему-то у меня перестала работать. Но сначала я взял карточку на 8 гигов, она у меня почему-то не захотела видеться в этом микрокомпьютере Orange IPv3. И в итоге я думал сначала, что операционная система у меня какая-нибудь не такая версия не та, или скопировался образ неправильно. Так у меня уже было, когда я записывал образ на SD-карту. То у меня записался он не полностью и она не находила. А когда Orange не находит эту SD-карту или там образ у неё какой-нибудь неправильный, то он загружается с внутренней памяти. То есть это такой идентификатор, что сразу видно, что система с SD-карты не хочет грузиться. Но в итоге, попробовав разные версии операционной системы записать, попробовав разные утилиты для записи, этого образа на SD-карту ничего не запустилось. Я почитал инструкцию, у Orange интересно. Даже в отличие от Raspberry есть нормальная инструкция пользователя для этого микрокомпьютера. При этом там довольно интересно расписано всё. То есть как установить, как настроить. Понятно, про умный дом ничего не написано. Но про все возможности всё детально указано. То есть как скопировать внутреннюю память, как ещё какие-то операции сделать. Использовать разные дополнительные устройства, у которых у микрокомпьютера есть. Допустим инфракрасный порт или аудио под систему. Или видео под систему. Но в итоге у меня не запустилось ни с одной из этих карточек. В инструкции я обнаружил, что нужен класс карты не менее десятого. У этой карты, которую я купил по дешёвке самую простую, оказался четвёртый класс. Но видимо как-то всё равно именно в самом микрокомпьютере определяет, что класс не соответствует. И она не работала. Купил подороже. Ну точнее даже она не подороже. Просто нашёл такую же. Но с десятым классом в интернет магазинах. На неё всё нормально установилось. Он сразу её увидел. Но работал очень медленно. И даже в какой-то один из моментов он просто написал. Похоже у вас там очень медленная SD карточка используется. Это тоже было удивительно. Потому что всё-таки класс десятый. Посмотрел тесты. Потом решил всё-таки сам протестировать эту SD карту. Сначала пробовал утилиту, которая под Linux работает. Но эта утилита просто убила всю операционку. Но я заново отформатировал эту карточку. Протестировал под Windows. Посмотрел как там всё работает. Действительно оказалось, что у этой карты важно не просто скорость записи. Там действительно она может соответствовать десятому классу. Скорость записи не последовательная должна быть. А именно случайная. То есть небольшие пакеты очень много. И там в разных потоках должно быстро писаться. У этой карты казалось так, что чтение таких пакетов ещё возможно более-менее. Но сама запись она там практически равна нулю. То есть у неё скорость очень медленно. Это я обнаружил, когда просто открываю какой-то файл на редактировании в Linux. И при сохранении он прямо пишет там запись. И там где-то секунды, наверное, три ожидания. То есть это явно, что просто эта карточка очень медленно пишет. То есть, конечно, нужно смотреть какие карточки вообще есть продажи. И выбирать правильно с правильными характеристиками. Потом в итоге я купил другую карточку тоже на 8 гигабайт. Она по тестам я сразу протестировал. Поставил утилиту, протестировал. Она на запись примерно где-то в три раза быстрее работала. И это уже должно было быть нормально. В итоге я перенёс на неё образ со старой карточки. Которая медленная была. Но оказалось так, что образ просто не влез. Тоже непонятная причина. Почему на одной карточке восьми гигабайтной Был образ сделан. И он не влезет на другой 8 гигабайт. Но в итоге пришлось перережать. С помощью утилиты. Убрать лишние сектора. У меня образ стал где-то 6 гигов. И дальше она записала. Этот образ записал самую карточку на ней. И конечно проблем не было. Всё работало быстро. Нагружалось быстро. И сохранялось быстро. Всё работало хорошо. То есть конечно. За одну и ту же цену можно абсолютно купить разные SD-карты. С разными характеристиками. Конечно такие самые простые карты. Ресурс у них будет очень маленький. И по количеству там циклов записей. Поэтому нужно искать. Либо специально есть такие карты. Которые именно для всяких микрокомпьютеров предназначены. Они имеют большой ресурс записи. И конечно в таком случае они долго проработают. Ну и я в принципе отключаю во всех разных системах умного дома. И в самой операционной системе. Там логирование всевозможное. Все операции. Лишние записи. Базу данных не веду. То есть это конечно сильно спасает такие карточки. И у меня сейчас на микрокомпьютерах вообще карточки нормально работают. Уже много лет. Без всяких. А до этого у меня умерло несколько карточек. И большие были на 32 гига. Тоже перестали работать хорошие карты. Поэтому все-таки логирование и всякие такие операции. Для таких дисков, там флешек. Это не очень хорошая идея использовать. Но в итоге у меня все заработало. SD-карту я теперь на этой настраиваю. С нее делаю образ. Образ делается с 8 гигабайтной карточки довольно быстро. Пережимается он хорошо. Ну и архивируется он хорошо. Размер он уже такой впритык становится. И дальше можно эти образы хорошо сохранять. Для каких-то экспериментов. Экспериментов.